В продаже шеффеллская бритва от компании Уэйден Батчер. Не очень частая модель, которая называется Боу, то есть лук. На Эрли собственно лук и изображен. Модель такая выпускалась с конца 19 века, ну и до самого закрытия компании в 1920-х годах. Размер здесь близко к 6 восьмых, то есть тут где-то 18 миллиметров, чуть больше даже. Сразу размеры укажу. Кромка стандартная, всем с чем-то. Выборка, ну такая ближе к четверти. Ручка сделана из целлулоида под дерево. В комплекте идет родной футляр. Футляр в практически новом состоянии. Здесь можно видеть Шеффилд, Ингланд, Вайден Бутчер, Стрела, буква Б, Мальтийский крест. Ну в общем все как всегда у них было. Состояние футляра хорошее. И сама бритва. Есть некоторые следы времени, но все было вычищено. На полотне можно видеть глубокую гравировку, на которой написано The Original and Only General Bow Razor. То есть оригинальная и исключительно подлинная бритва торговая марки Bow Look. И manufactured solely by Weyden Butcher, Sheffield, Ингланд. То есть изготовлена исключительно компанией Weyden Butcher в Sheffield, Англия. Год здесь 1891 плюс. Скорее всего 1900, хотя может быть чуть-чуть более ранняя она, 1895. Потому что там были бритвы Look с практически половинной выборкой, с тонким сведением. Эта бритва видимо из первых, потому что здесь сведение довольно толстое. Выборка такая ближе к четверти. Носик граненый. С обеих краев носика сняты фаски и сверху снята небольшая. Геометрия в принципе неплохая у бритвы. Бритва с такой двойной выборкой. Ступенька стабилизатора имеется. Фаска ровная, аккуратная. Проточена от носика до пятки. Состояние полотна с обратной стороны. Такое вот. Бритва после шлифовки, после чистки. Кое-где может что-то где-то осталось, но незначительные следы. На Эрле есть только изображение лука. Лук это торговая марка в одном бутчер. Как я уже сказал, конец 19-го, начало 20-го века. С оборотной стороны на Эрле ничего нет. Торговую марку такую они использовали видимо в дань уважения своим английским длинным лукам, которыми они сражались не одну сотню лет в разных войнах. Именно в Англии были придуманы длинные луки. Там практически в рост человека и активно применялись в королевских войсках, в самых разных сражениях, в Столетней войне например. Так что видимо торговая марка была именно поэтому использована. Ручка целлулует, под дерево рисунок, клинышек белый тоже целлулует или пластик. Пины не зельберовые, верхние и нижние вместе с шайбочками. Расклеп очень плотный, бритва не вываливается. Заходит ровно, в любых положениях хорошо фиксируется. Баланс отличный, в руке лежит удобно. Вот такой классический клинок. Тут уже дизайн такой даже больше под американцев, а прямоугольное все. Но довольно массивный Эрель. Насечек здесь нету кстати, но все полностью чисто. Довольно широкий, такой массивный. По весу клинок тяжелый, в среднюю, в крупную руку. Сейчас покажу как проходят тесты. Тесты проходят мягко. Брить будет не как клин, конечно, но не как бритва с выборкой. Это такой средний этап в их производстве был, когда и уже не клин, но еще и не выборка полноценная. Такое вот нечто среднее делали. Сталь хорошая, не сыпучая, не пластичная. Именно бочаровская сталь, который они постоянно использовали. Сейчас волос возьму ровно. Ну что, чего-то будет. Да не, на белом лучше. Ну, брить будет мягко, я думаю. Тесты проходят практически бесшумно, то есть брить будет без шуршания. Такой, довольно глухой он будет. Ну, бритва интересная. Попадаются они не очень часто. Вот тут у меня пятый или шестой, наверное, всего, который у меня попадается. Ну, довольно неплохая. И стали, и геометрия. Ну, и в целом, как бритва. Так, и носик остался. Вот. Можно слышать, что практически беззвучно волос режет. Так, и распуск. Распустил, надломил. Сейчас еще подлиннее возьму. Ну, в общем, и такие, и такие тесты, как всегда проходят. Так что, кому интересно, обращайтесь. Бритва неплохая. Единственное, что тут, да, следы времени есть. Но, опять же, я это все по максимуму вычистил. Гнить дальше не будет. Особенно при аккуратной эксплуатации. Все будет в порядке. Все. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok